Я на чайную плантацию. Посмотрите, как нас встречают. Самовар. Какая красивая кружка. Вот так растет у нас чай. А здесь у нас ладам чай. Это такой искусственный фонтан, отсюда пить нельзя. Вот так растет чай. Посмотрите, я первый раз слышу, как растет чай. Помните первую рекламу? Самую первую. Турецкий чай пьем за дружбу и любовь. Вялем полняву на этих стеллажах. Здесь лист становится помягче, поэластичнее. И его можно будет перекрутить. Вот это скручивание в роллере. Это полчаса. Полчаса скручиваются листочки, выходит сок и наступает процесс окисления. Лист здесь начинает темнеть. После роллера надо отправить листочки в специальную ферментационную маску от влажности. В 30 градусах листики запариваются собственным соком. А потом час высушивания вот в таких ячейках. И получается уже черный чай. Черный чай полезен для работы желудка, уменьшит головную боль, повысит работоспособность. Но пьется вот только первая заварка и только в горячем виде. Вы можете взять баночку, послушать аромат. Сколько времени на это хватит? Где-то полный день. Бывает и подольше. Вы можете в такую банку сделать? Если мы хотим приготовить зеленый чай, то в 30 минутах надо ошпарить. Вот это ошпариваете. 3 минуты 300 градусов. Высокая температура, выходит влага, фиксируется цвет. После этого скрутили и сразу мы сушили. Нет ферментации, поэтому зеленый чай можно перезаваривать несколько раз. Пьется и горячий макулон. Тонизирует, выводит шлаки, токсины, очищает организм. Вот это вот зеленый чай. Видите, ручной спор такой насыщенный темный цвет имеет. Много сока везде. Перезаварить можно большее количество раз. Где-то до 8 раз вот такой чай перезаваривается. И любой чай будет нести пользу. Но главное, все правильно заварить. Сама плантация составляет 5 гектар. Китайская камелия. Выращивается сорт. В Краснодарском крае осталось очень мало плантаций, где выращивают чай. В основном привозят Индия, Турция. А нашим уже невыгодно этим заниматься. Как обрабатывают чай, нам уже рассказали. Здесь есть такой маленький бутичок, где продают этот чай. Размешанный со всякими добавками. Но цены, я вам могу сказать, космические. Да, натуральный и вкусный. Ничего не могу сказать. Но слишком очень дорого. Черный чай с бергамотом, шиповником, васильком и рябиной. Завариваем черный чай один раз при температуре 100 градусов. Повторно мы его не завариваем. Там накапливаются вредные вещества. И пользы от этого чая уже не остается. Зеленый, с клубникой, календулой или песками сахлора. Любой зеленый чай с добавками, без, неважно. Мы завариваем минимальная температура 70, максимально 90. Кипятком мы не завариваем. Во-вторых, первую воду залили, слили, то есть помыли зеленый чай. Потом уже завариваем. Если это машины сборки, 3-4 раза. Если это ручной, от 8 до 10 раз. В одну и ту же заварки. Разницу в долгом ручной машины? Вы были на фабрике. Помним? И в чем разница? Не знаю. Мне первый больше понравился. Смотрите, если это ручной байхов, это именно верхние 3 листочка, флэш. А если машина, то 3, 4, 5, 6 листок. Вот машина 3-4, ручной от 8 до 10 раз. Мы только черный чай завариваем кипятком. Зеленый мы завариваем 70-90. Даже белый чай заваривает 70-90. Если заварить зеленый чай кипятком, он будет у вас горчить. Это черный, с травами чабрец, мятый, хиноцея, шиповник, липа, зверобойка, лендула, ромашка и так далее. Разнотравие. Его еще называют чаем долголетия. Очень хорошо его пить именно перед сном. Стресс, напряжение снижает для нервной системы. В реалитете. В этом же концентрации. А, сбор идет, получается? Да. Все травы в определенном количестве идут. И тоже их сушат, да? Да, да, да. Все эти травы на перевалах собирают. Где-то 30-15 километров отсюда. Если сильно концентрированный, вы можете разбавлять классическим черным чаем. Просто добавить его, перенешать и все. А это вкусная фейхуа. Какую мы с вами варили. Раз. Это лимонная трава, иными словами. Лимонная трава, корица, гвоздика, имбирь и зеленый чай. Значит, очень хорошо бодрит. Именно утром его лучше пить. Перед сном не пить, иначе бессонница вам обеспечена. Для метеозависимых, у кого перепады давления часто происходят. Его можно пить и в холодном, и в горячем. В холодном виде утоляют чувство голода и жажды. Это варенье из дикого кизила. Косточку дикого кизила желательно нужно глотать, потому что косточка именно дикого кизила, и косточка оливы это две косточки, которые полностью растворяются в желудке, наноализуют работу кишечника, самограмма помогает при геморроле. День 3-4, не больше. Это каркаде, или гибискус, или чайная роза с добавлением фруктов, персик, душа, яблоко и цитрусовое. Это единственный чай и сахар, мы сами добавляем. Если не хотите, можете мне добавлять. Но каркаде в горячем полушаривании, в холодный полушарь, в теплый нагрузок. Тоже хорошо очистить сосуд. Каркаде пить много нельзя, во-первых, обладать мочегонным действием, во-вторых, может как-то на сердце плавлять, но это все индивидуально. То есть, ну, 1-2 стакана в день это достаточно. Мне очень понравилось варенье из пихты. Здесь пихта, лимон, лайм, мята, и получается изумительный вкус.